60 Seconds 60 Seconds 60 Seconds приключениям такс у нас тут ребенок шахматки там топор собственно топор берем ствол тут еда рядом есть все забрать что так долго подбираешь мелкого забрать пригодится в хозяйстве так эту женщину забрать наверное имеет смысл но это не точно так патроны кстати что неплохо так еще вода опа надо бы еще еды успеть забрать так противогазик ну походу я не успеваю еще еды забрать я уже ничего не успеваю радио еще не взял кстати ну да ладно вряд ли первая вылазка будет супер успешной как это обычно бывает в таких играх но тем интереснее тем интереснее когда еще ни черта не знаешь да супа немного воды немного патроны есть ствол есть химзащитка да небольшая противогазик со светом тут явно какие-то проблемы день первый и так трое из нас в целости и сохранности нам просто нужно еще немного над этим поработать мы правда хотим чтобы нас было четверо когда мы открыли дверь убежища то заметили что на некоторых полках уже стоит провиант мы не припоминаем этих запасов но можем уверенно заявить что они попали в хорошие руки плюс тут какую-то шнягу дали посмотрите что мы нашли в чемодане как хорошо что мы его не распаковали после отдыха кстати радиус супер наши полки полны банок супом мы будем есть из них мы будем спать на них мы даже будем разговаривать с консервами некоторые из нас уже начали этим заниматься у нас практически нет воды нам придется очень экономить это самое переполненной припасами убежище которое мы только видели правда это единственное из тех что мы видели но мы уверены что здесь достаточно большое количество запасов так нарушеном идти пока что недоступно время раздать запасы так одному не взяли да пока что запасы рано раздавать они не проголодались ничего как насчет того озера на которое мы ездили последние несколько лет как был бы хорошо поехать туда отдохнуть от всего этого безумия немного поплавать покататься на лодке даже если все это место превратилась в атом биль в атом виль ну короче атомный взрыв вся фигня день 2 кто-то стучится кто стучится к нам до тех пор пока мы в безопасности мы можем находиться здесь тэд в порядке мэри джейн чувствует себя в безопасности а кто бы не чувствовала в этой коморке размером с гроб отсутствие новостей хорошая новость у томи абсолютно ничего нового у тимми по всей видимости ну вроде бы они не хотят еще пока есть я думаю радиация в наших окрестностях все еще превышает норму путешествие наружу могут быть опасны для здоровья тэд в лучшей форме так как это сделать как как там кого-нибудь выдать день 2 стоит ли идти наружу ну пока пока никак не получается идти наружу тимми с нетерпением ждет выхода наружу у нас же противогазик есть мы можем в принципе погулять так что это за звук лошадиных копыт мы побежали к двери увидели двоих мужчин надетых как средневековые рыцари оказалось что звук копыт издавал один из мужчин ударяя одним камнем а другой а другой в это время подпрыгивал как будто был на коне они сказали что идут с что ищут старинный кубок и что они потерялись и будут нам весьма благодарны если мы позволим им посмотреть на нашу карту если она конечно у нас есть карты у нас конечно же нет день 3 так щетинкой обрастаем противогаз есть да руководство буйскаута радио чемодан ну пока все неплохо мы не смогли сдержать смеха и наши гости обиделись они убежали крича что наши предки были грызунами и воняли плодами леса как некрасиво почерк немножко странный надо привыкнуть без воды тэд умрет мэри джейн хочет пить пить они хотят как на счет того чтобы дать тиме что-нибудь попить он плохо выглядит давай раздадим вам воды хавать вроде не хотите у нас очень мало нам надо идти наружу по сути а вот запланировать экспедицию на завтра кого-нибудь отправить так может они сами как-то определяться кто из них пойдет разберемся на одной стены растут какие-то странные грибы экономия припасов дело серьезное так что возможно было бы неплохо съесть парочку грибов что плохого может случиться не грибы пожалуй хавать мы точно не будем скорее всего галлюциногенные не хотелось бы так ну в картишке мы тут игра все нормально пока попили а так мы хоть и голодны но есть вещи которые мы никогда не съедим например грибы растущие на стенах дед утолил жажду мэри джейн больше не хочет пить и томми больше не хочет пить кушать они пока тоже вроде не хотят поэтому поэкономим еду поэкономим я думаю что у нас тут прекрасный для того чтобы выйти наружу немного поразмяться подышать свежим токсичным воздухом может быть собрать пару вещей неплохо было бы взять дополнительное снаряжение конечно если мы хотим выжить кто пойдет наружу ты пойдешь что взять в экспедицию противогаз и и все мне больше ничего нельзя впихнуть чтоб он там не траванулся да будем надеяться экспедиция будет успешной день 5 так ну у нас ушел парень в экспедицию тэд отправился на поверхность мы надеемся что он вернется в ближайшее время ну с наряженным противогазом сегодня мэри джейн не создавала никаких проблем и проблемы тоже старались не переходить ей дорогу ничего нового о тиме они причем до сих пор хавать не хотят что удивительно но типа не хотят и не хотят я в принципе то не против наши патроны пропали никто не мог украсть а это значит что они где-то здесь нам нужно их найти ну фонарика я не взял к сожалению сами как-нибудь найдутся надеюсь день шестой так дамочка что-то начинает обрастать в темноте без фонарика мы не смогли найти свои патроны теоретически мы их не потеряли они должны быть здесь в убежище теоретически у нас есть еще вода мэри джейн спрашивает об этом с самого утра мэри джейн очень голодна теме был бы счастлив получить немного воды ему нужно попить и он очень голоден он давайте мы сначала покормим а поить наверное будем позже просто покушайте сидеть внизу это вам не семечко щелкать легче не станет мы надеемся что все это скоро закончится и жизнь будет такой как прежде или же нам придется столкнуться с трудностями которых мы и представить не могли я надеюсь тэд же вернется живым вообще нет а то вернется у него четыре руки так суп покушали нормально очень легко впасть в депрессию когда живешь вот так под землей не солнце не небо мы должны избавиться от этого пессимизма и принести немного радости в собственную жизнь мэри джейн больше не голода так попить надо срочно и тимми тоже ужасном состоянии он тоже очень хочет попить так нет не покушать а попить ну тут сразу не по бутылке даю да они по чуть-чуть пьют это как бы очень хорошо со временем наш со времени нашего переезда в бункер мы постоянно задаемся вопросом что здесь делает вторая дверь должна ли она здесь быть интересно куда она ведет самое время узнать не знаю давай ружье возьмем в руки выстрел в кого-то день восьмой мы решили что обеспечить безопасность при открытии двери ведущие в неизвестно куда может только несколько решительных выстрелов из ружья когда дым рассеялся мы смогли оценить успешность операции комната оказалась пустой и расстреляли мы разве что стены да и сам сами едва увернулись от рикошета мэри джейн больше не хочет пить и тимми больше не хочет пить отлично день 8 откуда взялась зеленая лужа капец из трубы течет зеленая слизь это не сулит ничего хорошего мы должны как-то от нее избавиться но конечно никто не прихватил швабру и что будем делать давай руководством байскаута воспользуйтесь что ли вполне себе вариант день 9 его тет вернулся такс проблем решена нет утечки нет беспорядка наше уютное жилье снова чистенькая тет вернулся своего путешествия на поверхность в целостности и сохранности противогаз на месте окей полицейский участок уцелел и там мы встретили несколько выживших полицейских правда никто из них никого из них мы не знали но на них была полицейская форма и у них были значки похоже что это замена предыдущим полицейским участок был почти полностью уничтожен но все же им удалось отремонтировать подвал и обосноваться там так тайники полицейские было много воды они очень нервничали поэтому сразу же поделились ею с нами как только мы попросили потом они начали заниматься физподготовкой плюс вода коробка с патронами лежала прямо возле полицейского участка еще и плюс патроны хорошо когда тет голоден у него учит живот этот очень устал сегодня мэри джей не создавала проблемок и тимми в хорошем состоянии отлично давай тогда покормим явно хочет кушать может еще и попить хочет но потерпит пока не нам надо кого-то отправить иначе мы загнемся если не будем ходить в экспедиции это стопрудово да мы не думали что нам позвонят так скоро после атомного взрыва и вот мы четко слышим звук звонящего телефона снаружи это наверное из телефонной будки по другую по другой стороне улице может мы должны поднять трубку так ну теток пришел уставший давай мэри джейн разрули день десятый это такой уставший мягко говоря когда мы подняли трубку то услышали вздох облегчения на другой стороне человек представился уцелевшим из соседнего городка хилл вэлли мы только начали разговор как вдруг связь оборвалась что-то наверное испортилась на линии надеемся нам перезвонят когда тет голоден у него рчет живот ты все еще чувствую сильную усталость ему ужасным нужно еще немного времени чтобы восстановить силе силы да так и тет хочет попить все должны пить мэри джейн не исключение нужно дать ей хоть немного воды и она голодна и тимми голоден так ну тебя попоить вас покормить попоить блин запасы таят так с кого же мы отправляем ну мэри джейн очевидно иди с противогазиком заодно проветришься так сказать день 11 пока нормально все идет мэри джейн вышла наружу наружу дам давайте надеяться что она скоро вернется тэд голоден он блин весь он жрать хочет давай еще раз его покормим такой жоркий парень не напасешься на тебя так хватит уже гадать о том что там происходит и начать наконец задавать конструктивные вопросы или как минимум послушать разумные ответы может попробуем поймать какую-нибудь волну по радио и знать хоть что-то новом мире попробуем я думаю самое время день 12 нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренное сообщение правительства и угадать что мы услышали отличные новости большинство радиоактивных осадков уже развеялось теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее когда тэд голоден так урчит живот но еще до сих пор не восстановил силу а тимми находится в наилучшем состоянии неужто те еще раз покормить вот ты жоркая скотина так слышите что-нибудь нет может потому что все молчат за последние часы ни слова ни единого мы не можем просто сидеть и изучать стены давайте уже займемся чем-нибудь займемся радио вам отличный выбор день 13 в самой комнате особо никаких изменений да патрончик у нас есть пострелять если что можем а это трубная гармошка кстати да как же нам повезло что мы взяли радио мы можем послушать немного музыки они же все еще вещают музыку правда тэд больше не голоден тэд отдохнул и без воды тэт умрет тимми много не надо но вот вода ему не помешает так давай ты попьешь а тимми пока еще потерпит так а тут что связаться с другими обитателями дождаться дальнейших указаний от мирно настроенных обитателей пустоша типа наша текущая задача пока у нас есть запас еды и воды мы конечно можем сидеть заперти но рано или поздно придется отсюда выйти в таком случае хорошо бы сразу направиться в какое-нибудь безопасное место а не искать приключений на свою голову у нас одна надежда на наших отважных солдат которые прибудут и заберут нас в надежно спрятанное обеспеченное всем необходимым государственное убежище у тимы были комиксы об этом так что мы свято верим что это правда все что нам нужно сделать это связаться с военными продолжайте пользоваться радио и надеяться что оно решит ваши все проблемы так а где там женщина она когда вернется так мы так и знали наше правительство не сдалось и они спасут нас по радио не назвали точных сроков но мы точно знаем что ждать придется недолго они сообщили что свяжутся с нами через несколько дней и приказали ожидать указаний этот больше не хочет пить теме в ужасном состоянии нужно дать ему попить и сейчас же попей у нас блин запасы концу подходит так то на улице опасная вооруженная женщина к счастью у нее закончились патроны женщина говорит что охотиться за дикими монстрами пустоши например сейчас ее целью является огромный паук мутант мы думаем что она чокнутая барышня даже если вы поймаете этого паука что вы будете с ним делать держать на цепи она обещает что не останется в долгу если мы ей поможем хз по-моему это странная идея помогать чокнутой женщине патронами но почему бы и нет это в конце концов достаточно чокнутый мир постапокалипсис поможем поможем почему нет мы согласились по большей части потому что нам очень интересно что сделает с тем пауком когда его поймает пока ответа на этот вопрос мы не получили а возможно когда-то мы это узнаем тимми не хочет пить и тимми очень голоден тимми тернат прикормить дым блин а с еды понты осталось как бы чего мы никак не ожидали так это увидеть на своем пороге одетых в зеленые людей которые твердят что не берут у богатых и отдают бедным но именно такую картину мы зерцаем впустить этих клоунов по крайней мере будет на чем поржать хэзэ давай впустим посмотрим что произойдет тут как бы 50 на 50 либо нас обкрадут либо же нам чё-нибудь дадут патронов то кстати у нас нет к стволу тепереча это веселая компания как оказалось совсем не веселая они сказали что мы богатые что мы должны поделиться с оставшимися 99 процентами населения нашей пустоши они схватили несколько вещей ушли мы не смогли их остановить эти зеленые тряпки нас загипнотизировали блин сумку отжали шахматы единственное о чем мечтает этот пара капель воды давай на следующий раз по это покормим наверное пока пока живет пока живет наше терпение на исходе мы думали что неплохой идеей будет выглянуть наружу посмотреть что там происходит мы уже собирались выходить как вдруг в темноте мелькнули звериные глаза и мы услышали ужасающее рычание у нас было всего несколько мнений чтобы решить что делать есть ружье почему бы не воспользоваться день 17 кто-то опять там стучится быстрого выстрела из ружья было достаточно чтобы спугнуть а может и убить существо которое поджидало нас в темноте мы больше никогда его не увидели дед голоден вот это и голоден и пить хочет и тимми попить то есть поесть попить тебе попить запасы подходят концу где-то там наша она откинулась или чё да нет вроде бы мы пока не можем назначить новый поход так сегодня к нам забрел незнакомец с тачкой заполненной разными товарами он утверждает что он торговец предлагает нам бартер ну так он нам одну водичку мы ему карты две воды мы ему одну книгу нет пожалуй ничего не будем отдавать вода пока есть может быть нам там принесут еще водички да вот вроде бы она пришла день 18 да дамочка на месте да и она походу воды принесла ну и мы отказались от обмена надеюсь мы сделали правильный выбор торговец выглядел не очень довольным ни что не могло у нас сделать счастливее чем возвращение мэри джейн несмотря на то что тимми достаточно спокойный мальчик незадолго до взрыва он ввязался в пару драк его последней победой стал побитый палкой мальчик итан родители итана разозлились не на шутку и позвали нас к себе обсудить поведение тимми но конец света наступил прежде чем мы успели договориться о дне встречи во время экспедиции мы нашли их дом и постучали в дверь но нам никто не открыл мы решили войти и осмотреть его эти люди были помешаны на томатном супе в руинах их кухни мы обнаружили огромное количество знакомых банок основная часть была повреждена и благодатная томатная жидкость вытекла но несколько банок все же уцелело отлично за жалкими останками их кухонной тумбы мы нашли воду в бутылках не наши любимые марки к сожалению но ничего сойдет так водичка еда найдены у них была очень красивая и просторная гостиная сейчас конечно от нее мало что осталось но нам все таки удалось эвакуировать из под груды обломков шашки мы даже нашли доску плюс шашки мэри джейн очень голодна и сильно устала теда мы покормили тимми больше тоже не хочет пить очень голодна мэри джейн давай мы тебя покормим еды воды у нас теперь как бы имеется в наличии так теперь тедаги я думаю мы даже не представляли что у нас появится шанс увеличить свои запасы провианта играя в карты но именно такое предложение поступило к нам сегодня от посетившего наше убежище незнакомца две банки еды если мы выиграем то получим две его банки если проиграем отдадим ему свои давай попытаемся выиграть нам лишь ну как бы еда определенно точно пригодится если мы выиграем ну походу мы всрали да вот блин наверное он мухлевал не иначе мы проиграли и не успев даже запротестовать увидели как незнакомец забравший наши запасы захлопнул дверь мэри джейн по прежнему голодна и пить хочет и есть тимми тоже хочет теперь есть пить есть ты пока блин нам надо срочно теперь еду что-то зря конечно решил поиграться с ним так ты иди с топором может и рили дать ему какой-нибудь топор в руки противогаз вроде бы не должен пригодиться он пока что вообще что-то никакого профита не принес день 20 так нас мало еды очень мало этот отправился на поверхность мы надеемся что он вернется в ближайшее время снаряженный топором мэри джейн все еще чувствует усталость она не голодна и не хочет пить а тимми очень голоден поэтому давай мы тимми прикормим у нас одна банка буквально супа осталась воды правда много когда мы проснулись то почувствовали странный запах в убежище действительно что-то было не так что-то или кто-то нас поджег у нас пожар и мы не успеем спасти все что вынесем из огня в первую очередь так книга либо радио да ну давай радио спасем что поделать день 21 но ооо тут пожарчик я добыл давайте пока что на этом и закончим продолжим я думаю в следующем видео достаточно занимательная история тут развивается да и будет прикольно посмотреть что же тут дальше произойдет как тут вообще может в целом обстановка меняться какие еще могут события происходить блин какие-то мухи летают прикольная игра ну это те же 60 парсек только мы не в космосе мы на земле но тем не менее тоже забавно на этом же всем спасибо за просмотр не забываем подписываться на канал ставить лайк если вам понравилось и всем всего хорошего пока пока